Здравствуйте! Тема урока «Половое и бесполое размножение растений. Биологическое значение полового и бесполого размножения растений». Сегодня на уроке вы научитесь описывать половой и бесполый способы размножения растений. Основные понятия урока. Бесполое размножение, половое размножение. Спарангий – это орган размножения, в котором образуются споры у растений, грибов, бактерий и некоторых других групп организмов. Спарафит – это бесполое потомство в жизненном цикле растений. Гометофит – это половое поколение в жизненном цикле растений. Гометы бывают мужские и женские. Оплодотворение. Как вы думаете, какое свойство жизни обеспечивает непрерывность и преемственность поколений? Размножение – это общее свойство, присущее всем живым организмам воспроизводить себе подобных, обеспечивающие непрерывность и преемственность жизни. Размножение отличается от других свойств своей биологической сущностью. При размножении образуются новые организмы, в основном похожие на материнские особи. Размножение – это свойство живого организма увеличивать свою индивидуальную численность, обеспечивать сохранение и распространение вида в природе, оставляя после себя потомство. В процессе размножения количество особей у некоторых видов растений увеличивается в численности, широко распространяясь в своей среде обитания, охватывая новые пространства. Растения размножаются половым и бесполым путями. При половом размножении половые гометы, сливаясь, образуют зиготу. Зигота – это оплодотворённая яйцеклетка, из которой формируется зародыш. При половом размножении потомство сочетает в себе признаки двух родителей. При бесполом размножении участвует только один из родителей. Потомство точно копирует материнский организм. Как вы думаете, может ли один вид растений размножаться половым и бесполым путём? Да, многие растения могут размножаться как половым, так и бесполым путями. При бесполом размножении у клубники вырастает из горизонтальных побегов усики или по-другому их называют столоны. Каждый ус на определённом расстоянии образует корни от растения родителя, что в итоге позволяет ему превратиться в самостоятельный вид. Но генетически он будет идентичный своему родителю. Половое размножение у клубники происходит с помощью цветков. Внутри цветка располагаются репродуктивные органы, то есть половые органы. Тычинка – это мужской орган размножения и пестик – это женский орган. Половыми органами цветковых растений являются тычинки и пестики. Пыльца находится на тычинке. После её созревания пыльца попадает на рыльце пестика, где происходит оплодотворение. После образования семени произрастает новый молодой организм. Какие преимущества имеет половой процесс размножения? Половое размножение – это наиболее прогрессивный, более молодой способ размножения. Его основное преимущество заключается в том, что все потомки будут отличаться друг от друга. У потомства есть шансы получить наилучшее сочетание наследственных признаков, которые были не только у родителей, но и у разных предков. Особенности полового размножения. При половом размножении участвуют два организма. Генетически у потомства есть признаки, сходные с родительскими. Гометы имеют одинарный набор хромосом. При слиянии ядер образуется зигота, которая будет содержать хромосомы от двух родителей. Половое размножение – это характерная черта многих растений и животных. Половое размножение – это процесс медленный, но потомство хорошо приспосабливается к условиям окружающей среды. Бесполое размножение осуществляется спорами или зооспорами. Споры – это характерная черта для наземных растений. Они не могут самостоятельно передвигаться. Они очень легкие и распространяются ветром. Спорами размножаются водоросли, грибы, высшие мхи и папоротники. Если споры после отделения от растений попадают в благоприятную среду, то формируется новое молодое растение. Как правило, от материнского растения могут расти дополнительные побеги. Позже они отделяются и могут расти сами по себе. Например, у таких растений, как клубника, растут горизонтальные побеги, называемые столонами. В результате у каждого столона появляются корни на значительном расстоянии друг от друга. В итоге эти усики становятся отдельными растениями, но генетическими они будут похожи на материнский организм. Как вы думаете, какие преимущества имеет бесполый процесс размножения? Бесполое размножение – это наиболее древний способ размножения. В бесполом размножении всегда участвует только одна материнская особь. Наследственная информация, полученная потомством при бесполом размножении, точно копирует материнскую. Это позволяет быстро увеличить площадь распространения. Особенности бесполого размножения. Участвует только одна материнская особь. Новый организм получает наследственные признаки только от одного родителя. Половые клетки при бесполом размножении не образуются. Встречается только у микроорганизмов, грибов и растений. Бесполый способ размножения приводит к быстрому увеличению числа поколений. А сейчас давайте закрепим способы размножения растений, которые могут размножаться как половым, так и бесполым путями. При слиянии мужских и женских гомет образуется зигота. Зигота – это оплодотворённая яйцеклетка, из которой формируется, развивается зародыш. Таким способом размножаются водоросли и покрытосеменные растения. Коньюгация – это слияние двух генеративных ядер. Таким способом размножается спирогира. Спорообразование – это способ образования спор. Споры образуются у водорослей, мхов, лишайников, папоротников и плаунов. Вегетативный способ размножения – это размножение вегетативными органами или их частями. Например, черенкованием можно размножить смородину, усиками можно размножить клубнику, листьями можно размножить фиалку и корневищем можно размножить ландыш. Приступаем к практической части урока. Выполним задание для закрепления. Задание первое. Опираясь на схему, заполните типы размножения растений. Правильный ответ. Типы размножения растений делятся на бесполый и половой способы. При бесполом способе потомство точно копирует материнский организм. При половом потомство сочетает в себе признаки двух родителей. Задание второе. Заполните сравнительную таблицу способов полового и бесполого размножения. Правильный ответ. Число особей, участвующих в размножении. В бесполом участвует одна особь, при половом – две. При бесполом гаметы не образуются. В половом размножении образуются два типа гамет – мужские и женские. Скорость размножения при бесполом высокая, при половом – низкая. Недостатки бесполого размножения – пониженная изменчивость, все потомки похожи на своего единственного родителя. При половом размножении недостатки – это нахождение противоположной пары, сложное протекание. Преимущество бесполого размножения – это большое количество поколений, не ищет противоположную пару, хорошо адаптирован к неизменным условиям окружающей среды. Преимущество полового размножения – адаптируется к изменениям окружающей среды и продолжает жить дальше. Подведем итог. Сегодня на уроке вы научились описывать половой и бесполые способы размножения растений. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok